Развитер ее на узровень заработной платы, международное сопрационничество, питание сферы эдукации и культуры. На предприемствах, организациях, школах и университетах. Назирали за ходом 6-го Усебелорусского народного схода онлайн. Об уражениях, водгуках и сподеваниях людей. Репортаж Марины Северяновой. Упыльненно отшиваем себя сегодня и полный планов на будущее, кажут у Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина. Коллектив установы уважливо слухая про мову Александра Лукашенко. На момент наших вздымок президент еще раз нагадал делегатам, что в центре каждой подеи и сферы человек и его интересы. Несмотря на тяжелое время, связанное с пандемией коронавируса, мы не почувствовали каких-то, как работники сферы культуры, изменений в худшую сторону. То есть наши интересы были защищены, мы продолжали получать зарплату, которая не уменьшилась. В общем, внимание со стороны власти мы, как работники сферы культуры, всегда чувствовали. Планов по развитию Галіны культуру у нашем регионе не сам реч шмат, как и сделанного за последний час, это течится у тем лекой развития библиотечной сферы. Очень приятно, что в непростой для страны год, в 2020-е, как и в прежние годы, к нашей сфере, к сфере культуры, со стороны государства уделялось значительное внимание. Мы чувствовали это и во всем. И книги, которые поступают в библиотеку, их количество не стало меньше. И зарплаты у сотрудников библиотеки, у сотрудников других учреждений, они тоже не стали меньше. И мы очень надеемся, что среди тех задач, которые будут решаться во время проведения Всенародного Белорусского Собрания, будет и уделено внимание развитию нашей сферы, сферы культуры и сохранению историко-культурного наследия. Отправляемся в Белорусский Держанный Университет Транспорта. Основное, чего чекают в ВНУ, как вновь в Белорусском Народном Сходе обмерковали пытание поглубления практика ориентованности адукации и умоцывания связи науки с промысловым сектором краины. Мы уже идем по пути единения с практикой, это практика ориентированное образование. Очень хочется, чтобы нас услышали предприятия, чтобы поддерживали нас не только как государственная министерская структура, но и как предприятия, чтобы они видели в нас партнеров, что мы совместно могли бы все-таки сделать продукции более инновационной, более конкурентно способны на внешнем рынке, что сегодня, на мой взгляд, очень важно. Мало того, в таком случае наши студенты будут иметь возможность, поскольку все-таки предприятия модернизируются более быстрее, чем сфера образования, мы бы могли уже на предприятиях их обучать этим новым технологиям для того, чтобы быстрее сделать движение вперед. Ну а студенты, которым до закончения университета засталось не вельми шмат часу, ожидают, чтобы всех забеспечили добрыми прационными местами и достойными зарплатами. И на самом речь, первое прационное место и оплата працы часто становятся выращальными для выпускников. От этого может залежить, если застанется молодой специалист в профессии. Лично меня интересует, каким будет наше образование в будущем, также первое рабочее место и на будущее финансовая помощь молодежи. А кем вы хотите стать, куда хотели бы прийти работать? Я хочу идти по специальности инженер-менеджер на автомобильном транспорте. Хочу в логистический центр попасть. Наступная кропка областной училище Олимпийского резерва. Выкладчики и керавнисты установки, которые набирают за все белорусским народным сходом онлайн, кажут, что для развития их установки ожидать особо нечего. Бо зараз тут есть все для научения и тренировок. Остатние – за ожиданием и метаной кераванностью спортсменов. А я не даречи, полные амбициозных планов. Я считаю, что у нас всего достаточно, и наша страна делает все для того, чтобы мы развивались в своих сверхдейтельностях. То есть мы тут и живем, проживаем, получаем обучение, кушаем. Все это бесплатно. То есть, если человек хочет этого, он этого добьется в любом случае. И, ну, тут все предоставлены условия для того, чтобы достичь каких-то высот. А чего хотели бы достичь вы? Олимпийские игры – первое место. На каждого наученца областного училища Олимпийского резерва держава тратит что год по некольки тысяч долларов. Все робится для того, чтобы наши юнаки и девчата угодно представляли краину на международных споборництвах. Мы надеемся на то, что вот это народное собрание, мы на площадках тоже обсуждали, какие-то вопросы в законодательную базу мы вносили, и это позволит нам дальше развиваться. Ну, а мы надеемся на то, что Олимпийские игры и наши учащиеся, они тоже будут представлять, значит, нашу страну. Поэтому все будем переживать за то, чтобы, ну, и наш гимн звучал на Олимпийских играх. Обмеркают темы, которые огурчиваются на Усебелорусском народном сходе и на промысловости. За Виталемы и на Гомельский шклозавод. Этот год был действительно очень тяжелым для нашей страны. Это была, конечно же, пандемия, которая внесла определенные отпечатки, как и на предприятия в целом. Конечно, и та социально-экономическая обстановка, которая сложилась в нашей стране. Это пытались, конечно же, как говорил президент, раскачать нашу страну, да, но это им не удалось, конечно. Почему? Потому что я считаю, что больше людей, которые, ну, более патриотичных в нашей стране, которые хотят, чтобы наше предприятие, наша страна дальше процветала, работала. Для нас, для рабочих людей нашего завода, очень важно, чтобы у нас была стабильная зарплата, хорошая работа. Также, чтобы мы, выходя на улицу, не боялись за своих детей, за своих близких. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне и стабильность в мире. Завтра 6-й Усибелорусский народный сход протягнется. Наша здымочная бригада будет наблюдать за его работой разом с усими небояковыми белорусами. Принеси Вриянова Сергей Лукашук, Телерадо, компания Гомель.